Леонид Радько – импрессионист нашего времени, белорусский Ван Гог. Так его называют коллеги и ценители искусства за его эксперименты с цветом и нестандартный подход к вроде бы классическим жанрам. Он участник и лауреат республиканских международных конкурсов и выставок. Его полотна находятся в музеях Беларуси и украшают частные коллекции во многих странах мира. 8 мая Леониду Михайловичу исполнилось 70 лет, и выставка приурочена к этому большому событию. На выставке представлено 52 работы. Это пейзаж, белорусский пейзаж, выполнен именно в его манере письма. Это такой вот современный импрессионист, буйство красок, тип пирамент. Все это чувствуется в работах. Потом мы можем увидеть его знаменитые цветочные натюрморты. Леонид Радько всегда любил писать. Я с 90-х годов знаю его творчество. Я сама покупала у него картины, цветы – это его как бы фишка. Он пишет цветы и вдохновляют его наши белорусские цветы, которые растут возле дома. Портрет. Великолепные портреты пастельные можно увидеть. Ну и женские образы. Действительно, женские образы отличаются своей уникальностью. В свойственной себе манере с помощью оригинальных цветовых решений и линий художник воспевает красоту женского тела. Своими работами Леонид Михайлович стремится разнообразить методы и приемы письма, стараясь ярко и живо запечатлеть время и окружающий мир. Так он передает зрителю эмоции и впечатления от жизни. Его страстность, она подкупает. Страстность, открытость и непосредственность. Я так не умею. У меня другая живопись. Вот. Тут я обнаружил совершенно новый ряд работ, акварелей, масляные вещи. И я просто очень-очень, что ли, тронут, потому что человек постоянно работает. Его жизнь, его смысл жизни в творчестве. Настоящий художник. Вот. У него особая манера. Во-первых, он ближе к импрессионизму. Вот. А это, как вы знаете, классический вариант. Вот. И он идет параллельно. В наше время у него акцент идет на цвет, на композицию. Сочетание цветовое. Яркое, сочное. Он так умеет грамотно создать пятно цветовое, гармоничное, что когда человек подходит, он расслабляется и ему становится приятно. Понимаете? А это высший класс. К сожалению, на открытии выставки сам художник присутствовать не смог. Однако его добрые друзья, коллеги и поклонники с нетерпением и большой радостью ушли на выставку, чтобы поздравить мастера. Пока это удалось сделать заочно, но позже ему непременно будет передана почетная грамота Управления культуры. И мне посчастливилось с ним работать лет 15 в одной мастерской. Ну, Леня, он берет светом, берет экспрессией, берет своей душой и энергией сердцем. Ну, в работах душа, солнце и движение. Мы хотим поздравить нашего дорогого юбиляра Радько Леонида Михайловича с такой прекрасной датой, 70 лет, большой прожитый творческий путь за плечами. Человек, который, несомненно, я уже не раз говорила, оставляет след в искусстве Беларуси. Он заслужил наши поздравления, заслужил награды, заслужил эти цветы. И наше всеобщее внимание не только нас, но и жителей и гостей города Бреста. Алена Минеевич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.